Пасхи И вот мы стараемся все-таки сделать так, чтобы донести некий тот смысл, который Бог изначально вставил в слово Пасх. Перейти, избавиться. И сегодняшний день не исключение. Сказать что-нибудь больше, чем я мог говорить в течение этих многих лет собрания, я не могу. Но я могу задать вопрос. И послание мое будет простым. Что это? И для кого? Что это? Основным текстом для моего позиции или же моей оттолкнуться чего хочу. Это исход 13 глава 14 стих. «Когда после спросит тебя сын твой или твоя дочь, говоря, что это, то скажи ему, рукой крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства». Вот это слово «что это» зачастую нас пугает. Мы задаем этот вопрос, он не простой, но весьма важный. Что это? Мы задаем его по причине того, что у нас это время каким-то образом отделено как среди людей, которых мы знаем, так и посреди государства, в котором мы живем. Почему эти люди делают то, что они делают? Почему государство сделало этот праздник особенным и выделило его как позицию отдыха? Как бы мы не хотели избежать такие вопросы, все же из календаря этот праздник не удалить. Потому что отсчет идет твоего и моего день рождения именно с того момента, когда Мессия родился. Никогда не думали об этом. У вас в вашей метрике написано, что вы родились, как у меня написано, 26 декабря 1967 года. От какого дня это отчисление? С того момента, когда Мессия родился. Как бы вы не хотели это затереть в историю, что как будто этого не было, как будто это не произошло, что рождение и смерть Мессии ни в коем случае не имеют общего с израильской позицией Пасхи или же истории. Но факт есть факт о том, что твое день рождения свидетельствует о том, что Мессия был, умер и воскрес. Интересная как бы дата наших паспортов. Отсчет будущего. Что заставляет нас задавать вопрос? А что это? Что может вас толкнуть на такие вопросы? Незнание, любопытство, страх, суеверие. Я не знаю, какая бы ни была причина, вопроса, она всегда связана с нашими шестью чувствами. Как малые дети, мы все малые дети, правда? В какой-то степени. Что Ишуа говорит, будьте как дети. А дети что делают? Они используют свои шесть чувств для того, чтобы узнать, что это. Они смотрят, слушают, нюхают, пробуют, трогают, а потом кидают его. Посмотри, как оно упадет. Поэтому наши игрушки очень часто поломаны. Чувство ориентации. Имеет ли часть, которую они пробуют, ориентацию? В том, чтобы, знаете, вестибулярный аппарат. Все-таки наши глаза, уши, язык, нос, кожа, вестибулярный аппарат – это те чувства, на которые мы опираемся, чтобы спросить вопрос, что это. И очень важно, что в этом контексте, который я зачитал, исхода 13 глава, 14 стих, когда сын твой спросит, что это, этот вопрос становится личностным. Он не говорит о, что это для нас, для чего это для нас. Он, твой сын спросит вопрос, который будет касаться его лично. Пасха является личным вопросом, что это. Я могу с уверенностью сказать, что Песах – это не только общественное событие, связанное с исходом еврейского народа из Египта. Это не просто исторический факт, который мы, как евреи, празднуем в течение уже четырех тысяч лет. Услышьте меня. Это позиция личного исхода, личной свободы, которую Бог и заранее уже поместил в слово Песах. Для других людей Пасха – это не просто вопрос. Они задают этот каверзный вопрос. Не просто почему, а зачем он нужен для меня. Исход из Египта был не только для евреев, но и народов, Гоев, которые присоединились и поверили словам Моисея. Услышьте меня, пожалуйста. И Израиль, и другие народы, они услышали слова Моисея и поверили тому, что Моисей говорит о том, что с ним разговаривал Бог. Это сложно. Сложно даже поверить в то, что кто-то может слышать Бога, чем ты. И поверить в это. Сложно. Как поверить тому, кто говорит от имени Бога, которого никто никогда не видел, особенно евреи в то время. Они взывали к Богу, они кричали к Нему, они просили милости, потому что они помнили то обетование, которое оставили праотцы, что Бог Авраама, Ицаха, Иакова выведет сильной рукой вас из Египта, из дома рабства. А они кричали, и тут приходит Моисея и говорит, я принес вам весточку от Бога, собирайтесь. Что сейчас? Вот момент такой, очень часто мы просим что-то у Бога, и Бог говорит, пришло время. И мы такие раз, а почему сейчас? Ну, не так плохо, но не так плохо. И вот история исхода как раз вот с этим связана, что Моисея по просьбе Бога, и Бог говорит, я иду в Египет, освободить мой народ. И Моисея идет с ним. Перед выходом из Египта Господь повелевает в те время помазать косяки своих домов, дверей, косяки своих домов, чтобы что-то произошло. Вот сзади меня этот большой плакат, я специально его поставил, чтобы мы могли представить примерно, что могло произойти. Как выглядела эта сцена? Мы, когда читаем исход, нам как-то все-таки понятно, Бог говорит Моисею, Моисей к народу, и они там видят чудеса, знамения, поэтому под давлением девять казней, что не сделаешь на десятую, да, вот как бы, увидя, что происходит. Уже верим, Моисея, говори, что угодно, только чтоб отсюда уходить. Потому что тимак, мухи, скот, жабы, кровь и все остальное, достало уже вот так, что-нибудь, только чтоб мы отсюда ушли. И тут весточка такая, знаете, помазать нужно будет косяки кровью. Кровью. Отчего не елеем, глиной, ну, навозом тем более, как бы, знаешь, поставить, хотя бы навоз египтянам. Знаете, вот, что бы я бы думал на месте тех евреев? Если я не слышу Бога, а мы видим, что девяносто девять, девять десятых там евреев, кроме одного Моше, и, может быть, Мирьям, которая так еще с Тамурином бегала где-то, слышали Бога. И не страшно ли, и не странно ли само самочувствие, а что дальше будет? И вот этот момент помазать. Логический вопрос исходит очень просто. Основываясь на исходе 12 глава 13 стих, откройте, пожалуйста, исход 12 глава 13 стих. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь. И увижу я кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Хорошо, хорошая новость. Хорошая новость. Логический вопрос у каждого еврея существует. Знаете, как в Израиле, когда ты раньше прилетал в Бигурион, в старый терминал, там была большая вывеска. Не думай, что ты самый умный здесь все евреи. И так, знаете, когда я думаю, что к Моше было тот же самый вопрос. Моше, ты не думаешь, что ты самый умный. Здесь все евреи. У нас нормальный вопрос. Если Бог все знает, все видит и все слышит, зачем ему вот этот приказ помазать косяки дверей кровью. Он что, слепой? Или это будет такая специальная кровь, которая будет в ночи, знаете, вот сиять? Как иногда вот для наших, для нашей армии, для ночного видения, да, вот эти тепловизоры. Вот увидел кровь, ага, вот это значит, там это свои, это свои, это свои, это свои. Знаете, места Писания, которые написаны здесь, в притче 15 глава, 3 стих. На всяком месте, очи Господа, они видят злых и добрых. Иеремия 16 глава, 17 стих. Ибо очи мои на всех путях ихних, они не скрыты от лица моего, и правда, и неправда их не скрыта от очей моих. Иеремия 23, 24. Может ли человек скрыться в тайном месте, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполню ли я небо и землю, говорит Господь? Евреям 4 глава, 13 стих. И нет твари сокровенного от него, но все обнажается, открывается перед очами его, ему дадим отчет. О чем мы говорим, когда Бог говорит о том, что под кровь, если вы помажете косяки дверей ваших домов кровью, я увижу и пройду мимо. Какой-то нелогический абсурд получается, если все Бог знает, все видит, зачем ему нужен был этот знак. Мое объяснение очень простое. И, наверное, весьма человеческое, простые вещи. Я не вижу в этом какой-то мистики. Некий, знаете, вопрос, это кровь Христа и так далее, прообразы. Да, действительно, прообразы. Потому что проклят всякий человек, висящий на древе. Мы знаем, что он пролил, ищу от своей крови, вися на древе проклятия. И некий какой символический прообраз. Но, знаете, я думаю, что Бог не сказал, что ему нужен был этот сигнал. Богу не нужен светофор, для того, чтобы делать это или не делать. Он делает, потому что он считает это нужным. Это был сигнал, чтобы видеть, в каком доме живут евреи и неевреи, которые поверили в свободу. Услышьте, некий такой момент, что он обещал пройти мимо домов, косяков дверей, которых были помазаны кровью пасхального агнца, включая дома уверовавших египтян. Кровь на косяках нужна была не Богу, а израильтянам и всем тем, кто уверовали в Божье обетование. Пасхальное же это было испытанием веры, послушания людей, которые видели, что Бог делал. Представьте себе такую картину. Здесь еврей только что недавно зарезал этого несчастного агнца. Идет с миской кровью и начинает помазывать косяки дома. Тут египтянин, пробегая мимо, увидел странное действие и говорит, сосед, а что это? Что ты, сосед, здесь делаешь с кровью и мажешь косяки? Это что, укрепляет фундамент? На что мог каждый египтянин спросить? Что это? Странное действие, которое до этого не было. На что евреи могли ответить? Простую вещь. Каждый, доверяющий Слову Богу, Бога через Моисея, вы должны помнить, что евреи не слышали Бога, только Моше и передавал это все народу. Мог сказать, Моше сказал, что Бог сказал об этом помазать кровью, и в эту ночь мы станем свободны, мы уйдем от вас. Мы уйдем и будем свободны. И знаете, наверное, египтяне не были глупыми, тоже спрашивают, и что так просто уйти? Помазал кровью и ушел. Он говорит, ответ такой, не знаю, если бы так было. Но там идет Яхве, это наш Бог, а потом за ним будет следовать ангел смерти. И что? Ну, Моше сказал, что там, где нет знака, умрут первенцы. А какой национальности не сказал? Ну, нет, вроде бы не было условий. Тогда говорит этот египтянин, друг мой, я тоже поспешу, чтобы вы видели, что я тоже доверяю вашему Богу то, что он сделал с моей стороной. Если вы поймете, о чем я говорю, знак крови было для друг друга. Для друг друга. Потому что, когда мы проснемся рано утром или же рано утром на рассвете, когда мы увидим то, что Бог сделал вне нашей веры, да, мы увидим, кто мы. Мы братья и сестры, которые поверили Богу Авраама и Цаха Якова из всех народов. Это знак был для людей с единой веры, единого Бога. Это знак, принадлежащий к народу Божьему. И хочу вам сказать, что Мессия Иисус Ишуа стал этим знаком для всех народов. И Иоанн пишет, что я видел тысячи, миллионы и миллионы людей из разных народов, племен и языков, которые прибудут на пирагнца. И этот прообраз, который мы видим в Египте, происходит в настоящее время. И то, что происходило тогда, это был не просто прообраз, это некий был пролог того, что произойдет две тысячи лет спустя после исхода. И вот, и сказал Моисей всем старейшинам, это исход, я просто не записал, какая глава, сыновый Израиль, и сказал им, выберите и возьмите себе агнца по семейству ваших, закалите пасху, возьмите пучок и сопа, обночите его в кровь, которая в сосуде, помажьте перекладину оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, и вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладинах и на обоих косяках, и придет Господь мимо дверей и не подпустит губителя войти в дома ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя, для сынов ваших вовеки, когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдать сие служение. И когда скажут вам ваши дети, что это за служение, скажите им, что сильной рукой Бог вывел меня. Вот слышите, мы были рабами и вывел. Я уже говорил эту историю. Мои дети, когда были маленькие, мы не только праздновали праздники Господни, мы также собирались и разговаривали о нашей жизни. Мы разговаривали о том, как мы пришли к вере. Я часто говорил эту историю за моего дедушку, дедушку, может, прапра, можно сказать. Моя прапрабабка, она пришла домой, будучи верующей и религиозной женщиной, пережила крещение Духом Святым. И она пришла и говорит, я нашла настоящую веру. Но это не сработало на всех наших родственников. И поверили несколько человек. И вера, знаете, она такая была интересная. Они поверили, и в это время началась Вторая мировая война. Было странно, было сложно, было серьезно. Их перевозили из Западной Украины, потому что у них были польские корни. Их возили в Казахстан. Мой дед сбежал и потом попал на Кавказ. Там нашел мою бабушку. Там они как бы, вот он поделился то, что он верующий, он верит в Бога. Там родилась моя мама. И знаете, семья Саржицкий, такая интересная тоже там история. Но о чем я? Когда мы говорили с вами детьми, я говорил одну историю. Мой дедушка был снайпером. Снайпером во время Второй войны. Конечно, будучи еще слабым верующим, молодым верующим, будучи призванным на военную службу, он действительно имел сложности, вот как это разобраться, что делать. И его вычислил другой снайпер и выстрелил, попал ему в челюсть и полностью все это разворотило. Будучи за линией фронта, он подвязал все, что есть, все остатки, которые остались в челюсти и сказал, Господи, если ты существуешь, после того, как мама его сказала о том, что есть Бог, если ты существуешь, ты сохранишь мне жизнь, я вернусь и увижу свою семью и обещаю, я навсегда посвящу свою жизнь тебе. А он собрался и пошел, просто встал и пошел через линию фронта. Что будет, то будет. Когда он пришел в свой полк, там, где недалеко был, и говорит, слушай, ты не с нашего батальона, то есть как бы там, иди вот в самбат это другое место. Он переходит и пошел дальше. Пока пришел самбат, ели приволок себя туда, его подобрали, его вся шинель была в дырках, а тело ему не повредило. Вот это был поворот нашей жизни. Я говорил своим детям, послушайте, когда-то твой дедушка сделал это решение, когда-то он сделал это решение служить Богу. Он передал нам о том, что Бог сделал в его жизни. Поэтому мы передаем вам, что Бог реален, он силен спасать. И то, что с твоей жизнью произошло, Рома, и то, что с твоей жизнью дяшево прошел, и Давид, послушай, не потому, что мы такие хорошие, потому, что кто-то в нашем поколении сделал это решение следовать за Богом. И это становится нашей не легендой, а историей для того, чтобы жить этой верой. Я верю в то, что это происходит для евреев сегодняшнего времени. Мы вспоминаем исход, помним, что было обещание сделано для народа, что придет Новый Завет обновиться через кровь Агнца. И те евреи, которые уверовали Ишуа Мессию, мы несем эту историю в нашей жизни, что Ишуа сделал для нас. И объявив в тот день ты сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мной, когда я вышел из Египта. Это ради того, что Бог сделал со мной, когда я вышел из рабства. Какая великая награда и история сказать своим детям, кем вы были и что Бог сделал. Я не понимаю тех верующих, которые пережили Бога в реальности сверхъестественно и потом становятся злыми и горькими, ненавидниками веры, потому что что-то однажды не случилось так, как они хотели. Они уходят от Бога. Вот этого я не понимаю. Почему не прожить свою жизнь так, чтобы передать другому поколению тот, что вы пережили? Написать вашу историю и чтобы люди почитали и сказали воистину, это мог сделать только Бог. Во второзаконии, 6 глава, 4 стих, там идет призвание или же возглашение. Слушай, Израиль, Господь Бог, Бог наш, Господь един есть и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей силами твоими и добудет слова си, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей и внушай их детям твоим, говоря о них, сидя в доме твоем и идя дорогою и ложась и вставая и навяжи их в знак на руку твою и добудут они повязканы глазами твоими. Напиши их на косяках дома твоего на воротах твоих, когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим Аврааму и Цаху и Якову дать тебе с большим и хорошими городами, которые ты не строил, с домами наполненным всяким добром, которые ты не наполнял и с колодезями и высеченных камнях, которые ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которые ты не садил и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не обольстилось сердце твое и не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства твоего. как часто так бывает для нас, верующих, что когда Бог выводит нас из Египта и дает нам вкусить, насколько благ Господь в бизнесе, в семьях, в наших домах, и Он говорит, послушай, я все это тебе дал, только будь аккуратен, не ожесточись, не обольстись сердце твое, но помни, что это Я дал тебе. На вопрос, что это, можно спокойно сказать, чтобы ты не забыл. Что это за праздник? Что это за действие? Что это за служение? И я вам говорю прямо, чтобы мы не забыли. Если посмотрите в еврейских праздниках, которые следуют один за другим, каждые два месяца в празднике идет напоминание. Ты был рабом. Помни, что ты был рабом в Египте, и я сильной рукой своей вывел тебя. Все же, все происходящее тогда в Египте и в этом исходе было тенью будущего, которое указывало на совершенную жертву Агнца Божьего, закланного за нас от сотворения мира. Он был уже предназначен. И вы знаете, идет такая картина, которую мы представляем. Ишуа, который умер за весь мир, ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего, чтобы ты и я не погиб. Идет как корпоративно, как общее послание спасения для народа, но также в этом есть индивидуальное послание, что только принявший Ишуа личным спасителем ты можешь быть свободным. Так как и для евреев, которые празднуют Песох в своих домах, он не только идет как праздник для всех, он становится индивидуальным. Каждому нужно прожить этот Песох. Я вам скажу, мы уже говорили о том, что у нас есть шесть чувств, на которые мы опираемся, к которым человек познает окружающий мир, шесть чувств, открывающие тайны любознания. Эти шесть чувств толкают нас задать этот вопрос. Что это? Если ты уверен, я по-другому скажу, если ты увидишь в Его смерти и воскресенье хоть тень ищущий тобою свободы, тогда ты вполне можешь спросить, что это? А для того, чтобы спросить, что, ты должен почувствовать, потрогать, понюхать. Если ты услышишь сегодня слова, которые подадут тебе надежду вечной жизни, тогда ты можешь справедливо спросить, а что это? Если ты жаждешь свободы, справедливости жизни, знаешь, что ее дает только Бог, тогда ты можешь полностью справедливо сказать, а что это? Если ты чувствуешь ветер перемен, который необходим тебе сейчас, задай первый вопрос, что это? Если ты по твоему телу, если по твоему телу пробежала дрожь об услышавших страданиях Мессии, тогда ты точно можешь спросить, что это? если ты потерял ориентир своей жизни, ценностей, если ты заблудился во тьме этого мира, задай вопрос, что это? Что это за праздник для каждого из нас? Праздник, когда мы вспоминаем о свободе и возможно ли ее получить сегодня? можно. Несомненно, то, что произошло 2000 лет назад на Голгофском кресте, дает нам право сегодня обращаться к Богу, обратиться к Нему с простой молитвой, молитвой покаяния. Сегодня предлагаю для нас подумать о том, что сделал Мессия. Вы скажете, сегодня Песах, сегодня можно говорить об исходе из Египта. Да, я по-сам не согласен. Но исход из Египта не имеет смысла без страдания того, кто предусмотрел этот выход. Бог использовал Моше, но силой Бога, так же, как Иешуа умер на Гогосом кресте, использован был Богом для нас. Египет был промежуточной картиной будущих событий и в сущности прообразом веры в Мессию, избавление не только физического рабства, но и духовного. тело человека имеет свой ресурс, но душа это вечна. И вот именно о душе заботился Бог, когда сказал, это Пасха моя. Не о теле, потому что тело, оно умирает. И я сегодня хочу вам напомнить слова Исаии 53. Кто поверит слышанному от нас? Навряд ли кто-то поверит? Потому что чтобы увидеть Мессию, нужно задать вопрос, что это? А чтобы задать вопрос, нужно опять же я напоминаю, нужно опереться на свои шесть чувств. Потрогать, увидеть, понюхать, вкусить, как благ Господь. И даже в обстоятельства, в которые вы попадаете, в дезориентацию, в которые вы попадаете, и тогда вы можете почувствовать, что Бог рядом. Я не буду зачитывать всю главу, но чтобы ответить нам на заданный вопрос, что это, Писание дает нам весьма простой ответ, для того, чтобы мы не забыли, чтобы мы понимали, что Бог всегда рядом, потому что созависимость с Богом является частью нашего естества. Ишуа говорит, делайте это в мое воспоминание, доколе я приду. И это высказывание касается не только смерти и воскресения Мессии, это касается Пасхи, быть свободным от греха, касается того, чтобы выйти из дома греха и помнить, что это происходит. послание к евреям 9 глава по 17 по 22 стих говорит, посему первый завет был утвержден без крови, ибо Моисей произнеся все заповеди по закону перед всем народом взял кровь тельцам не без крови, извините, тельцов козлов с водой и шерстью червляной и сопом и окропил как саму книгу и весь народ, говоря это кровь завета, которую заповедовал вам Бог. также окропил кровью и скинию и все сосуды и богослужения да и все почти по закону очищается кровью без пролития крови нет прощения. Мы сейчас встанем наши ноги. Сегодня у нас есть возможность осознать что это и для кого. Если если мы посмотрим на Пасху как государственный праздник мы не поймем для чего это. Если мы посмотрим Пасху как нечто особенно индивидуальное лично для нас тогда мы осознаем что сегодня есть возможность примирения с Богом. что сегодня это Пасха для нас она явная. Что сегодня кровь Ишуа так же говорит громко как и в те времена которые он был распят. Песох незабываемая вещь. И когда мы праздновали вчера со студентами я так был рад мы сидели с женой были участниками уже мы не проводили как вот старшие мы стали соучастниками мы сегодня соучастниками этой Пасхи и я предлагаю для каждого из нас осознать что это Пасха напоминание того чтобы мы не забыли что за нас заплатила была заплачена большая цена как народу который был выведен из Египта так индивидуально через Мессию следующую субботу мы будем участвовать в клевопреломлении мы спокойно сможем сказать воистину он воскрес я буду об этом говорить потому что он воскрес для моего оправдания муж не воскрес Иисус Навин не воскрес мир не воскрес все участники исхода не воскрес но ожидали ожидали что придет к ним мессия надежда была на него что когда-то даже после смерти находясь в зоне отчуждения они ожидали и Библия говорит о том что Иешуа по своей смерти он не шел в преисподние места что это за места я вам не могу сказать не был там не был там не могу сказать но я знаю что он проповедовал Евангелие там в чем заключается Евангелие Иешуа говорит веруйте в меня и пославшего меня если будете веровать в меня что я есть мессия взявший грехи ваши то вы будете спасены как удивительно я думаю что это ожидание людей которые прошли исход и Моисея и Сусанавина и другие которые с нетерпением ждали этого исхода Божьего услышали эту новость и сказали мы мы верим что ты это ты потому что написано что по его воскресенье многие святые воскресли и явились людям это не были случайные люди не были случайные люди сколько для нас открыто больше Пасха конечно у каждого из вас может быть резонный вопрос а почему почему смерть не прошла мимо Ишуа ведь он был первенец своей мамы первородный отца небесного почему он будучи пасхальные дни не был избавлен от смерти потому что у него было предозначение больше чем у нас с вами ему Бог уготовил тело смертное но предозначение было чтобы смертью смерть попрать и верующий в него будет жить вечно если ты никогда не слышал этой новости вести о том что Мессия Христос пришел в эту землю чтобы взять твои грехи стать этой пасхой перевести тебя из дома рабства в дом жизни все что тебе нужно задай себе вопрос что это что это за праздник почему празднуют его мои близкие родные страна почему евреи празднуют христиане празднуют что это может мне нужно сделать это решение может все мои шесть чувств которые я имею даны мне для того чтобы ощутить как благ Господь пережить его пройти трудности и увидеть что он мой якорь спасения если не может переж не переж пасху вы пережили то что бог вас вывел вы потом получили то что вы не заслужили как говорится в исходе дома семьи новое место вы переехали может быть сюда и может быть это бы знаете вот как будто заслуженно мы так надо я верующий и бог говорит бойся бойся чтобы свое сердце не превознеслось потому что только это я сделал я выбил тебя из рабства чтобы дать тебе то чего ты не заслужил и висусе мессии это возможно если как верующий человек ты забыл об этом сегодня праздник чтобы напомнить кто это сделал все так просто что это возьмите за руки вы скажете что-то так сильно просто как быстро двигается вера одна мысль и он рядом возле вас но бог говорит больше еще нет словно языке твоем как я в совершенстве знаю его я знаю твое сердце я знаю как ты ложись и встаешь я знаю кто живет твоем сердце я знаю все те трудности через которые ты проходишь и все грехи через которые которые ты сталкиваешься все что я прошу спроси меня что это для кого это для кого это пасха и он скажет это моя пасха для тебя спасибо все что я могу сказать спасибо я был далек от всего но ты спас меня я еще был в лоне деда моего как ты усмотрел пасху которая приведет меня к тем моим переживаниям с тобой я не хочу забывать что все мы каждый из нас в этом мире мы были рабами в египте в доме рабства что каждому нужен исход каждому нужен эта пасха и посредством своего мессии ты дал нам ответ ради тебя одного он совершил этот путь и все что нужно сказать ему хенене вот я в эту пасху пред тобою и я прошу тебя приди в мою жизнь обнови ее для тех кто верующий давно я хочу вам сказать что пасха это не просто время вспоминания но и время возможности вернуться обратно как далеко бы ты не ушел он сегодня приближает тебя через песок и говорит я твоя пасха вернись ко мне вернись ко мне соверши со мной вечерю я хочу пообщаться с тобой поговорить с тобой преломи со мной мацу опресно который чистый макни вместе со мной горькие травы твои соленую воду твоей жизни вкуси горечь греха и вспомни что только я могу дать тебе свободу это реальность во имя и шуа м м м м м